Водители, к сожалению, сегодня прошло первое чтение по законопроекту, который сейчас называется о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей, инициированные депутатами Сулейменовой, Аймагомбетов, Беспаевой и, сейчас не вспомню, четвертый депутат еще есть. В прошлом данный законопроект назывался противодействие семейно-ботовому насилию, профилактика семейно-ботовому насилию, и данный законопроект был отклонен. Почему? Потому что мы, как родительская общественность, РУО, Казахстанский союз родителей, вмешался в этот процесс, участвовали в рабочих группах и призывали депутатов, особенно депутатов и инициаторов, к здравомыслию. И когда мы призывали данных депутатов, в прошлом это было пять депутатов и инициаторов, которые нам признались в том, что большинство из них, к сожалению, не читали данный законопроект и понятия не имеют, о чем он. И что они повелись на манипулятивные вот эти вот действия со стороны лоббистов данного законопроекта. А почему мы были против данного законопроекта? Потому что там были размытые формулировки насилия, там были наказания за воспитательный процесс, наказания родителей за воспитательный процесс детей. Почему я так говорю? Сейчас в рамках пилотного проекта в трех городах Казахстана, Астана, Алма-Ата и Павлодар отрабатывается пилотный проект УДАРА. И мы видим, что на примере даже Павлодарской семьи, как у семьи, отобрали ребенка один год и восемь месяцев, и в данный момент до сих пор удерживают центры для детей. И родители вынуждены обивать пороги всевозможных инстанций, всевозможных учреждений, для того, чтобы доказать, что они не верблюды, и что они способны воспитывать своих собственных кровных детей, которые они любят больше всего на свете. И когда госпожа Сулейменова, депутат, говорит о том, что там нет никаких ювенальных норм, она вводит в заблуждение, сознательно вводит в заблуждение родительскую общественность о том, что там нет таких норм. Мы, как Казахстанский союз родителей, как родительская общественность, наиболее активные, которые насчитывают более 140 тысяч наших единомышленников, видим, а также занимаемся судебными делами, которые показывают нам то, что вмешательство в семью идет, и оно идет очень активно. Возможно, для статистики, возможно, для того, чтобы показать, что семья – это опасное место, что образ мужчины, то есть мужчина – это такой вот, как вам сказать, опасный человек, член семьи. То есть, в общем, образ мужчины демонизируется. С каждого утюга, да, каждая из СМИ кричит о том, что происходит насилие в семьях. При этом мы видим, что есть и патронатные родители, есть и все возможные учреждения, где детей забирают из семей, и там происходят с детьми наиболее страшные вещи, но, к сожалению, об этом сильно не говорят, потому что невыгодно это делать, потому что им нужно демонизировать семью, демонизировать образ отца, образ мужчины. Поэтому, уважаемые родители, я вас призываю к тому, чтобы вы писали письма, обращались к депутатам, приходили к ним на приемы, отправляли обращения и письма через ЕУТН, через ЕГОВ, электронные порталы цифровые, да, чтобы обычным традиционным способом тоже через почту отправляли письма нашим депутатам и призывали их к здравомыслию по данному законопроекту и по ряду другим законопроектам, которые взаимосвязаны между собой, к сожалению. И мы дальше, как родительская общественность, как Казахстанский суд родителей, Республиканское общественное объединение продолжим в этой части работать и выявлять нарушения со стороны органов опеки, со стороны всевозможных организаций, которые заинтересованы в изъятии детей из семьи. Но нам очень сильно требуется ваша поддержка, ваша помощь, в плане того, что вы должны нам помогать обращаться к этим депутатам и призывать их к тому, чтобы они принимали правильные решения, к тому, чтобы они читали эти законопроекты и вникали в суть этих законопроектов. Если мы сейчас пропустим данный законопроект, который уже прошел первое чтение, то отклонять его в дальнейшем будет очень сложно. Поэтому, родители, я хочу, чтобы вы не впадали в отчаяние, чтобы вы не расстраивались по данной новости, но чтобы вы взяли себя в руки и помогли нам в этой борьбе, в этой духовной борьбе за наших детей. На сегодня у меня все. Спасибо большое. До свидания.